Наступил ноябрь, а комбайны в полную силу трудятся на полях. Сейчас сезон сбора урожая самой поздней сельскохозяйственной культуры. На Пуциловской территории Бобовых засеяно больше 500 гектаров. Сорта местные. Вывели в Приморском научно-исследовательском институте. На этом участке высажена соя сорта «Мусон». Легко переживает сложный приморский климат. Пластично и универсально. Стойко переносит переувлажнение и засуху. С первыми морозами бобики у него не растрескиваются. Все зерна находятся на месте. Вызревает он, успевает за наш вегетационный период вызреть. И семена получаются довольно-таки качественные. Виктор Гусаров работал в сельском хозяйстве с юности. После 25 лет посвятил армии и снова вернулся трудиться в поля. Сейчас уборка урожая превращается в удовольствие, говорит механизатор. Комбайн современный с кондиционером и радио. Отсюда и результат хороший. Чтобы меньше потери было, качество, зерно, чтобы чистое было, не мололо его. Чтобы покупатель пришел, увидел, что зерно хорошее, качественное и выкупил его. Грязное они больно не покупают. Если грязное, цена падает. А чистая цена хорошая. Вот мы сеем, потом убираем. Это вообще кайф. Уже собрана половина посеянного урожая. В основном это элитные семена. Реализация бобовой продукции идет в хозяйство и на производство. Основной потребитель идет приморская соя, маслоперерабатывающий комбинат наш. Ну и, конечно, на экспорт уходит. И на внутренний рынок тоже довольно-таки неплохо пользуется спросом на корм для крупного рогатого скота, для свиней. Птицы тоже берут на корм. После сбора тонны сои располагаются в специальном ангаре. Храниться эта культура может очень долго, к условиям непривередливо. Бобы проходят несколько ступеней очистки. В белые мешки попадают элитные семена, целые и без мусора. Остальные пойдут на корм для животных. Тамара Илюхина, Екатерина Рехтина, Антон Бойцеховский, Роман Адонин, Телемикс. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова